На спортивных аренах города и района продолжается первенство по футболу на Кубок газеты «Заря Кубани». В соревнованиях принимают участие 9 любительских команд. В их составе в большинстве своем люди далекие от профессионального спорта – полицейские, рабочие, продавцы, студенты, спасатели. Но от этого футбольные баталии не становятся менее напряженными и интересными. Тему продолжат мои коллеги. Игры проходят каждую пятницу. В восьмом туре чемпионата на поле стадиона «Виктория» сразились команды славянского МВД «Динамо» и коржевского «Спартака». Настрой перед игрой у футболистов был боевой. Игра сегодня с Коржевском. Игра будет очень интересная. Я думаю, даже счет будет 5-2 в нашу пользу. Несмотря на то, что на футбольном поле встретились непрофессионалы, игра получилась по-настоящему яркой и захватывающей. Соперники ни в чем не уступали друг другу. Счет открыла команда полицейских, но преимущество они сохраняли недолго. К концу первого тайма 1-1. Противники боролись до последней секунды, не желая отдавать победу. Но спортивная фортуна в этот день была на стороне «Динамовцев». Финальный свисток судьи зафиксировал победу полицейских с минимальным разрывом 4-3. В рамках первенства по футболу будет проведено 18 туров, по итогам которых в октябре определится победитель, которому и достанется главный трофей соревнований – кубок «Зари Кубани». Наталья Лях, Георгий Калинин, программа «События».